Эльдиар Александров Эльдиар Александров Эльдиар Александров Эльдиар Александров В чувашском языке для обозначения фазы Луны есть одно удивительное слово. Четыре фазы Луны имеют названия Малала, Каяла, Кажехна и Икимаш. А как звучит фаза на чувашском языке? Варианты ответов. Хваза, Тахра, Кадак и Тавхар. Хорошо. Итак, начинаем обсуждение. Нина, почему ты решила, что это Кадак? Я не знаю почему, но не так подсказывает моя интуиция. Хорошо. Все ссылаются на интуицию. Здорово. Надежда? На самом деле я не совсем уверена в своем ответе, но я думаю, что это четвертый номер. Хорошо. Инга, я вижу, вы выбрали вариант Тахра. Я сомневаюсь между первым и вторым, но все-таки остановилась на втором варианте. Хорошо. Алексей? Ну как на чувашском говорят, Кадакуех. Ну я из этого обходил, наверное, так. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Это Тахра, поэтому поздравляем Ингу. Действительно, в чувашском языке существует слово Тахра. Вот, например, когда начальная фаза Луны, это называется Малала Уех Тахри. То есть вот фаза такая. Кадак – это у нас про то, как Луна сама видна. Табхар с Луной не соотносится, а Хваза – это чувашская адаптация слова фаза. Ну, соответственно, она имеет место быть, но нет, Тахра. Вот. Итак, мы идем дальше. Второй вопрос. Это мероприятие проводилось исключительно в теплое время года. Некоторые чуваши начинали его на Мангун, Пасху, некоторые на Щимик Троицу, а некоторые на Весенево Микулу. Оно проводилось до середины лета, а участниками являлись молодые. Некоторые исследователи считают его обрядом. Песни, которые тут исполнялись, отличались протяжностью и своеобразной тоской в исполнении. У верховых чувашей этот обряд считается несохранившимся. О чем идет речь? Варианты ответов. О синокосе, о трудовых обрядах, о хороводах и о посиделках. Так, ну давайте. Хорошо, я вижу ваши варианты. Давайте начнем обсуждение. Нина, вы решили выбрать первый вариант ответа о синокосе. Почему? В вопросе шла речь о теплом времени, года, да? Я так предполагаю, что это все-таки лето, наверное, да? И, ну, летом, как мы знаем, синокос, да? То есть, ну, лето – это пора синокоса. И все-таки, мне кажется, чувашский народ – это трудолюбивый и талантливый народ. Они очень много пели. И как-то скоротать рабочие будни они, наверное, пели. Все верно, хорошо. Тут было такое условие. У верховых чувашей этот обряд не сохранился. Красночитайский район у нас верховые чуваши. Да, верховый. Обряд синокоса не сохранился? Нет. Знаете, сейчас мы не поем, но мы включаем музыку на телефоне. И, знаете, очень хорошо работает. Хорошо, хорошо. Итак, идем дальше. Надежда, вы выбрали третий вариант. Да, и, как вы уже сказали, там была задействована молодежь, протяжные песни. И, мне кажется, во время того, как они вводили хоровод, они там ходят, естественно, медленно. И песни, очевидно, тоже протяжные в темпе песни. Я думаю, что это третий вариант. Хорошо. Инга? Я соглашаюсь с третьим вариантом, потому что и по времени подходит время проведения этого обряда, и про молодежь, пение песен. Хорошо. Алексей? Ну, нет, наверное, смысла все то же самое сказать. Поэтому я третий. Хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант ответов. Ну, конечно, это хороводы, поэтому я поздравляю. А насчет сенокоса. У верховых чувашей хороводная традиция тоже существовала в свое время, но потом песни хороводных обрядов, они перешли в песни обряды сенокоса. У дежи юризем особый жанр, который есть у верховых чувашей, кстати, в Красночитайском районе как раз. Поэтому, в общем-то, тоже можно засчитать как правильный ответ, наверное, в какой-то степени. Поэтому я вас всех поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий вопрос. Мы посвятим одной из главных ценностей для чувашского народа. Про некоторых людей говорят, что они эдепля. Это понятие включает в себя много нюансов. Оно затрагивает в основном взаимоотношения между людьми, их поведение. Как вы думаете, каких людей называют эдепля? Первый вариант ответа. Людей высокой культуры. Агрессивных людей. Бесстыдных людей. Веселых людей. Хорошо. Итак, давайте начнем обсуждение. Нина, вы решили выбрать четвертый вариант ответа. Веселые люди эдепля, да? Почему? Я, честно говоря, ни разу не слышала такое слово. В нашем диалекте, честно, никогда не слышала. Но так как у нас очень хорошая передача, я подумала, что это все-таки о веселых людях идет речь. Это обманчиво, да? Хорошо. Значит, веселые люди эдеплиженцем собрались сегодня тут. Здорово. Надежда? Ну, я не могу тоже указать прям верный ответ. Я думаю, что это четвертый номер. Четвертый вариант. Хорошо. Инга? Я вообще впервые слышу это слово, и поэтому положилась на интуицию. Первый. Хорошо. Алексей? Я, исходя из первого ответа, думаю, что здесь сегодня собрались люди с высокой культурой. Неплохо. Хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант. У-у-у! Да, действительно. Можно я выиграл, в ней все пойду? Действительно, эдеплия – это люди высокой культуры. То есть люди, которые умеют красиво общаться между собой, которые уважительно себя ведут и с достоинством. Эдеплия само по себе слово к нам пришло через мусульманский мир. То есть слышали, наверное, намус и адепт и прочие слова, которые как раз-таки показывают нормы поведения определенные. Вот у нас это тоже присутствует. Поэтому поздравляю победителей. Ну, эдеплия люди еще и веселые, поэтому вас тоже поздравляю. Спасибо. Четвертый вопрос. Ну, как мы уже говорили, Чувашию называют краем 100 тысяч песен, поэтому следующий вопрос мы посвятим, конечно же, нашей традиционной музыкальной культуре. Мы пришли с истока холодной реки, сильно замерзли по пути. Примите или нет, мы пришли, понадеявшись на вас. К какому жанру чувашских народных песен относятся эти строки? Гостевые, рекрутские, песни о реках, свадебные. Хорошо. Итак, начнем обсуждение. Алексей, давай начнем с вас. Почему? Ну, говорилось про реки, Щермазин. Ну, я думаю, исходя из этого. Еще весной же празднуют какие-то там чувашские вот эти есть движения, скажем. Ну, я от этого исходил. Хорошо. Алексей, вы предполагаете, что у нас есть такой жанр, как песня о реках? Весной. Чувашский народ собирает возле речек, возле водоемов, скажем, и устраивает по-сегодняшнему пикник. Хорошо. Мы же на русском передаче, да? Ну, я от этого исходил. Может, наверное, оно. Хорошо, ладно, интересный вариант. Инга, вы решили, что это гостевые. Почему? Не знаю. Просто в гостевых часто слышала именно похожие слова со сравнением с природой человека, с природой. Ну, это характерная особенность всех чувашских народных песен. Да. В гостевых она, конечно, прослеживается. Надежда, я вижу, вы выбрали четвертый вариант. Почему? Я уже много раз слышала и участвовала в проведении свадеб чувашских народных. И некоторые строки очень сильно мне напоминают строки из песен свадебных. И я думаю, что это все-таки четвертый вариант. Хорошо. Нина? Знаете, у меня в голове появились две мысли, точнее, два варианта. Либо это гостевая песня, либо свадебная, да? Но я все равно отнесла предпочтение к гостевым. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант. Это свадебная песня. Песня, кстати, вот именно эта строка, этот куплет. Я в домике. Неплохо. Про зайцев там тоже поют. Эта песня записана в республике Татарстан, Буинский район, село Рунга. Свадебная песня как раз оттуда. То есть здесь именно сторона жениха, когда приходит, говорит, примите или нет, иначе мы уйдем. Мы пришли сюда, понадеявшись на вас. То, что вы нас впустите. Ну, и дадите невесту, соответственно. Итак, поздравляем победительницу в этом вопросе. И всех поздравляю. А мы идем дальше. У нас пятый вопрос. Заключительный вопрос мы по традиции посвятим выдающимся людям Чуваши. Этот человек был и драматургом, и композитором, и поэтом, и дирижером, и педагогом. Помимо всего прочего, был активным представителем общественно-политической жизни нашей республики. Его любимый инструмент – скрипка. Он похоронен в городе Сочи. Кто он? Варианты ответов. Федор Васильев, Александр Васильев, Федор Павлов, Николай Никольский. Можно два варианта? Нет, только один. Так, мне нужен помощь издала, есть? Только знание. Ну и удача. Это, 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 это. Три, два. Ну давайте. Хорошо. Итак, давайте начнем обсуждение. У нас почти все варианты ответов представлены. Алексей. Я не знаю. У меня время выходило, я поднял. Все понятно. Хорошо, Инга. Я тоже не знаю. Я даже вопрос толком не плачу. Не поняла, да? Повторите еще раз. Хорошо, Надежда. Я сомневаюсь между первым и вторым номерами, поэтому я была второй. Надеюсь, мне повезет. Хорошо. Нина? Интуиция. Так. Все полагаются на интуицию и на удачу. А на знание никто, да? Мы его оставили дома. Хорошо, ладно, ребят, вам простительно. Сейчас мы узнаем правильный вариант ответа, и тогда вам станет стыдно. Нет. Нет? Нет, так и думала. Что? Итак, третий вариант ответа. Федор Павлов – это действительно очень выдающийся человек и драматург, и композитор, и основоположник чувашской профессиональной музыки, до сих пор основа репертуара чувашского драматического театра, академического у нас драма «Ялда», которая написана Федором Павловым. Именем Федора Павлова названо Музыкальное училище Чебоксарское, поэтому это действительно Федор Павлов. Итак, мы подвели итоги. Победителем является Нина Куропаткина. Мы ее поздравляем, она набрала 7 баллов. Спасибо. С вами была передача «Говорим по-чувашски» и я ее ведущий Ильяр Александров. Мы поздравляем победителя Нину и говорим, что она действительно чувашлаголожать. Давайте стремиться быть самыми умными. До скорой встречи. Чебер-юмер.